МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады приветствовать всех, кто присоединился к эфиру Красногорского телевидения. Как всегда, в конце рабочей недели подводим ее итоги. Вся важная, полезная и интересная информация в материале моих коллег, корреспондентов и операторов. Эту программу в объективе КРТВ в студии Максим Мельников. Мы начинаем. От их труда напрямую зависит качество жизни. Даже настроение, с которым мы с утра отправляемся на работу, тоже зачастую создают они. Работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства на выходящей неделе поздравили с профессиональным праздником в ДК Подмосковья. На территории муниципалитета в этой сфере сегодня трудится более 5,5 тысяч человек. Когда течет крыша, в подъезде требуется ремонт или случилась авария на водопроводе, первыми на помощь спешат, конечно, коммунальщики. И даже в свой профессиональный праздник многие из них на посту. На ежегодное торжество в честь незаменимых, трудолюбивых и ответственных. 469 предприятий делегировали своих сотрудников в ДК Подмосковья. В их лице глава округа Дмитрий Владимирович Волков поздравил всех коммунальщиков. Занятых в отрасли насчитывается более 5,5 тысяч человек. Вне зависимости от того, весна, лето, лето, зима или осень, вы всегда на земле. Вы те, кто больше всех получает, и порой больше всех критики достается, но вы и больше всех заслуживаете благодарности. Потому что даже если есть где-то какие-то замечания или проблемы, именно вы их и решаете устранять. Спасибо вам большое за это. Почетные грамоты, благодарственные письма администрации округа и областной думы в этот день вручили электромеханикам, энергетикам, рабочим комплексной уборке, операторам котельных, кровельщикам и техникам. Слова признательности звучали в адрес слесарей сантехников, инженеров, индивидуальных предпринимателей и даже самозанятых, выбравших для себя такую непростую, но необычайно важную сферу деятельности. Мы занимались теплоснабжением города, горячая вода, тепло – это все идет во всем городе нашей предприятия. Выбрал эту сферу деятельности давно еще. В школе закончил университет, пришел работать в теплосеть. И до сих пор работаю уже 13 лет. Успехи людей должны быть отмечены. Мы должны видеть своих героев. Это традиция, это правильно. Человек, ведь иногда, как я сегодня говорил со сцены, отдает себя, отдает свое личное время. Хотя, может сказать, есть трудовой кодекс, почему я должен нырять в эту канаву и там что-то ремонтировать. А он идет для того, чтобы принести пользу. И мы за это его, соответственно, благодарим. Концерт – традиционный музыкальный подарок тем, кто обеспечивает комфорт проживания в округе. Он пронизан большой любовью и уважением к главным виновникам торжества. В программе – народные песни, номера эстрадных вокалистов и целый ряд танцевальных выступлений. Тому, кто хорошо работает, и отдых, соответственно, и положен. В продолжение темы. С приходом климатической весны у сотрудников Красногорского водоканала появилась дополнительная работа. Специалисты предприятия активно участвуют в работе по предотвращению подтоплений улиц в городе, вызванных таянием снегом. В настоящее время сотрудники организации проводят расчистку ливневых колодцев и канализационных сетей, чтобы обеспечить бесперебойный отвод дождевых и талых вод в реку. В то же время на улицах Красногорска появились специальные насосы, которые быстро и безопасно перекачивают избыточную воду из низинных районов на более высокие уровни. Уходящая зима надолго запомнится крепкими морозами и обильными снегопадами. Но весна все явственнее отвоевывает права. И с приходом плюсовых температур в микрорайоне Южный от таяния выпавших осадков образовались глубокие лужи. Перейти их можно разве что вплавь, грустно шутят местные. Это проблема не только пешеходов, но и автомобилистов. На помощь и тем, и другим приходят сотрудники Красногорского водоканала. Здесь низменность, и вода приходит, пребывает постоянно здесь. Мы оперативно выезжаем и откачиваем. Уже на потоковая ситуация. Без обращения жителей уже сами реагируем. Знаменитые места все выполняем эту работу. У нас задействованы помпами, откачиваем. Если не хватает помп, вызываются и лососы у нас свои. Приезжают и автомашины, лососы откачивают воду здесь. На ликвидацию одной такой лужи с помощью насоса или помпы уходит от 30 минут до часа. Дальше команда коммунальщиков переместится на следующий адрес. Работы хватает. Вот уже две недели в ежедневном оперативном режиме ведется борьба с подтоплениями по всему городу. Где получить качественную медицинскую помощь, как сохранить свое здоровье и предотвратить распространение заболеваний? Ответы на эти вопросы может получить любой житель Красногорска. Для этого достаточно посетить одно из регулярных мероприятий, которые для населения проводят руководители сферы здравоохранения муниципалитета. Встречи проходят каждую четвертую среду месяца, ну а в ходе диалога всегда озвучивается интересная и важная информация. Руководители медицинских учреждений округа вновь готовы ответить на вопросы в рамках очередной, ставшей уже традиционной, встречи с жителями. Каждый месяц любой желающий может посетить мероприятие и получить необходимые разъяснения или озвучить свою проблему. Конечно, мы заранее собираем вопросы от наших жителей, потому что встречи анонсируются. Вопросы, к сожалению, остаются традиционными по нехватке лекарств, по записи к узким специалистам. Получаются ответы как индивидуальные, так и общего характера. И, конечно же, мы надеемся и стремимся к этому, что эти встречи помогают решать проблемы как точечно, так и в медицине, в округе вообще. Вопрос о доступности детской стоматологической помощи жители адресовали исполняющему обязанности главного врача поликлиники имени Смуровой. Евгений Доскал совсем недавно приступил к своим обязанностям в качестве руководителя учреждения. По словам медика, сейчас стоматология на Ильинке, как ее называют местные, укомплектована врачами и медсестрами на 90%. Есть открытые вакансии для новых специалистов. У нас грандиозные планы по оптимизации работы нашей поликлиники, нашей работы. Самая главная наша цель – это доступность к врачам. К этому, что мы будем делать, это рассматривать сейчас штатное расписание врачей. Будем открывать дополнительные кабинеты именно по детской стоматологии, чтобы доступность к данным врачам выросла и чтобы наши жители остались довольны. Другие темы обсуждения касались трудоустройства в учреждениях здравоохранения округа, ремонта Петрово-Дальневской больницы и лекарственного обеспечения. Также жители отметили, что им приходилось сталкиваться с тем, что в поликлиниках были недоступны необходимые анализы. А в некоторых случаях приходится долго ждать записи на них. Результат тоже, бывает, задерживается, а это усложняет процесс диагностики. Следующую такую очную встречу проведут уже в апреле. Вопросы для медиков можно направить заранее на рабочую почту отдела содействия здравоохранению администрации округа. Взаимодействие врачей из разных регионов России – это важный этап совершенствования медицинской практики. В Центре кардиохирургии госпиталя имени Вишневского провели сложную операцию по удалению осколка из сердца военнослужащего, раненого в ходе боевых действий. Вмешательство произведено при участии врачей из Донецка. Специалисты клинического территориального объединения имени Калинина приехали в Красногорск для обмена опытом. На спасение жизни 45 минут. Столько времени заняла операция в кардиохирургическом центре госпиталя имени Вишневского. Перед врачами стояла задача – извлечь из правого желудочка сердца раненого в ходе боевых действий военнослужащего осколок снаряда. Он, к счастью, для пациента ушел неглубоко, потому останавливать работу главного органа не потребовалось. А благодаря гибридным технологиям операционной, оснащенной оборудованием медицинской визуализации, само вмешательство было малоинвазивным. Для специалистов кардиохирургического центра под руководством Александра Лещука подобные операции не редкость. И все же простыми их не назовешь. У каждой свои особенности, которые зависят от того, куда именно проник осколок, а в данном случае – от его формы. Он весь с острыми краями и шипами такими, которые повреждал постоянно сердце. И его нельзя было оставлять, потому что он еще был вокруг обвернут тканями жилета и майки, в которые он ходил, одежду часть. Не удаляя такие осколки, они потом воспаление происходит, разложение их и тканей, и нагноение. Поэтому все прошло удачно, сердце сейчас работает, операция закончилась, и больного будут отвозить в реанимацию. Кроме специалистов госпиталя Вишневского, в операции приняли участие три кардиохирурга, анестезиолог-реаниматолог и перфузиолог Донецкого клинического территориального объединения. У гостей свой немалый опыт в подобного рода вмешательствах. По словам кардиохирурга Никиты Кузнецова, с ранениями сердца приходится работать с начала боевых действий в Донбассе в 2014-м. И за последний год число таких операций значительно возросло. Потому поучиться у ведущих специалистов страны особенно ценно. Есть нюансы, которые, естественно, мы будем использовать в своей практике. И есть некоторые вопросы по поведению пациентов со сколочными ранениями, которые мы тоже будем использовать в своей практике. Очень нас поразило, приятно и удивило. Это гибридная операционная. Она облегчает работу с пациентами, которые получают ранение сердца. Конечно, хотелось бы понаблюдать и поучаствовать в работе операционной подольше. Потому что вопросы, как правило, возникают, когда ты что-то делаешь, наблюдаешь, видишь что-то новое. Итоги визита и обмена опытом подвели на научно-практической конференции в стенах госпиталя. Такой формат работы с коллегами из разных уголков России внедрен уже давно. На обучение в исследовательский центр имени Вишневского регулярно приезжают медицинские специалисты. У нас были врачи с Курска, с Тулы, с Рязани. Подмосковные врачи, которым мы передавали свой опыт военно-полевой хирургии. В том числе военно-полевой кардиохирургии, если это можно так назвать. Они по 5-7 дней у нас проходят курсы, некое такое повышение квалификации или специализации, где мы их ориентируем на военно-полевую хирургию. Потому что она, конечно, значительно отличается от плановой работы. И всегда это сотрудничество было плодотворным. Сопровождение и поддержку врачам, включая военно-полевых, специалисты госпиталя Вишневского оказывают не только путем живого общения. Активно используются телемедицинские технологии, востребованные при лечении пациентов с сердечно-сосудистой патологией, ранениями сердца и магистральных сосудов. Ценный опыт – главная составляющая успеха, а еще, несомненно, знания. И то, и другое помогают справляться с финансами и успешно управлять своим бюджетом. В школе «Мозаика» на уходящей неделе прошли необычные занятия на перспективу. В рамках первого межрегионального фестиваля финансовой культуры и грамотности открытые уроки провели настоящие профессионалы сферы. Беседу на равных о валюте, инвестировании и онлайн-торговле со старшеклассниками Путилкова ведет настоящий ДОКа в этой сфере. Заместитель министра финансов России Михаил Катюков. Такой шанс общения с лидером сферы для пополнения знаний в вопросах обращения с деньгами ребята получили благодаря первому межрегиональному фестивалю финансовой культуры и грамотности, который проходит в области. Школа «Мозаика» – одна из его площадок. Это очень важно. Мы эту практику начали год назад и будем ее дальше продолжать. Мы хотим, чтобы школьники знали о том, как важно планировать финансовые вопросы, как нужно себя вести, чтобы не попадать в ситуацию с финансовыми мошенниками, что нужно знать об устройстве государственного бюджета, почему мы платим налоги и как эти средства в дальнейшем тратятся, и почему эти государственные деньги могут решить проблемы каждого конкретного человека и семьи в целом. В соседнем кабинете на повестке дня обсуждение налогов. Кто, кому и зачем их обязан платить? Что будет, если увернуться от обязательных платежей в казну? И на какие нужды расходуются все поступления? Здесь же речь шла о налоговых вычетах при совершении крупных покупок и пенсионном обеспечении. Школьники уже всерьез интересуются такими, казалось бы, совсем не детскими вопросами. Им важно понимать, как работает система, отмечают организаторы открытого урока. Несмотря на то, что моя будущая специализация связана не с экономикой, но мне было очень интересно, я хотелось бы еще больше узнать по этой теме, информацию изучить. Мне было интересно, я первый раз была на этом уроке, мне понравилось. Пятиклассники в изучении финансовой грамотности начали с АЗОВ, разбирали тему бюджета. От простого к сложному, от личного и семейного, до муниципального, областного и федерального. Под руководством опытного наставника, первого заместителя министра экономики и финансов Подмосковья, Валерии Волковой, ребята разобрались в доходах и расходах, закрепили новое понятие «дефицит» и узнали, что с ним делать. Теперь многое стало понятно, появился интерес к финансовой грамоте, значит, цель достигнута. Когда ты смотришь новости по телевизору, тебе кажется, что это все не про тебя. Какие-то умные термины, серьезные люди решают разные вещи, и тебя это совершенно не касается. Именно в игровой такой понятной форме донесения сложных вещей простыми словами мы как раз и показываем и подрастающему поколению, что нет ничего сложного, и знать и правильно управлять финансами должен каждый сознательный житель. Такой проект стал возможен благодаря совместной работе Министерства финансов страны, Банка России и других ведомств, заинтересованных в просвещении жителей, начиная еще со школьной скамьи. Впрочем, в рамках профильного фестиваля уже прошли уроки и для старшего поколения. Тут основной упор на безопасность. Учителя рассказали людям серебряного возраста о том, как не попасться на удочку мошенников. Новый совещательный орган, созданный при научном объединении «Союз Цемент», ставит своей целью объединение усилий предприятий российской цементной промышленности для развития сектора. Он будет заниматься координацией деятельности предприятий, обменным опытом и передачей передовых технологий и инноваций. Первое заседание коллегии прошло на Красногорском АОБИЦЭМа. Генеральный директор предприятия Сергей Трифонов возглавил комитет, деятельность которого направлена на развитие отечественного ЦЭММАШа. В Красногорске состоялось первое заседание комитета по цементному машиностроению. Встреча представителей профильных предприятий прошла на Красногорской БИЦЭМе. Завод как правоприемник стандарт бетона номер один одного из старейших производителей струематериала в стране в числе ключевых участников нового совещательного органа. Он будет работать под эгидой «Союз цемента», представляющего и защищающего интересы отрасли в целях развития отечественного ЦЭММАШа. Деятельность направлена в том числе на содействие в реализации политики импортозамещения. Это стратегически значимый продукт. И производители цемента, и производители оборудования для цементной промышленности очень четко это осознают. На нас лежит важная государственная задача – обеспечить страну цементом в необходимом объеме. И мы сегодня содействуем решению этой задачи. Должна быть конструктивная работа. То есть должно быть объединенное мнение. Наверное, единая политика с точки зрения, что является приоритетом сегодня для цементной отрасли, для того, чтобы она, а, не остановилась, б, развивалась и развивалась в правильном направлении. И машиностроительные заводы готовы в рамках этого комитета объединиться тоже и заниматься именно цементным машиностроением. Комитету в режиме открытой дискуссии предстоит решать самые разные задачи. Как освоение выпуска новых товаров, которые ранее не изготавливались на отечественных заводах, так и наращивание производства оригинальных запатентованных изделий. Насущные проблемы и пути их преодоления участники организации будут обсуждать непосредственно на производственных площадках. В планах встречи в Электростале, Тольятти, Коломне, Сызрани и других городах страны, где функционирует предприятие ЦММАШ-комплекса. Музыкально-патриотическую акцию «Вместе мы – один народ» в Красногорске посвятили девятой годовщине вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. В разных точках округа молодежные коллективы исполняли кавер-версию песни «Родина Сергея Трофимова». А все желающие могли принять участие в создании доброго арт-объекта. По мнению организаторов, такие мероприятия укрепляют патриотизм среди молодежи и оживляют нашу национальную историю в сердцах людей. Свою музыкально-патриотическую акцию «Вместе мы – один народ» молодежь Красногорска называет поистине народной. Она символ объединения жителей округа и посвящена девятой годовщине присоединения полуострова Крым к России. Еще один важный посыл – столь необычные инициативы волонтеров, молодогвардейцев, молодых музыкантов – оказать моральную поддержку бойцам спецоперации, которая сейчас лечится в госпиталях. Самые искренние пожелания пишут им горожане. Мы создали такую арт-карту России, разделили ее, так как у нас есть восемь федеральных округов, и девятая часть – это новая присоединенная территория, теперь неотъемлемая часть России. И в девяти локациях Красногорска все жители, нерандушные при помощи наших волонтеров пишут свои пожелания. Для тех ребят, которые сейчас проходят реабилитацию, каждое слово, каждое письмо, каждый телефонный звонок действительно он важен, им важно знать, что с ними страна вместе. Несмотря на то, что кто-то в ТУ, что им помогает, что верят в их победу. Это самое главное для нас. На каждой из девяти локаций, а это станции МЦД, парки, торговые центры, любой желающий мог оставить свое самое доброе послание участникам специальной военной операции и присоединиться к сводному хору. Все вместе в одно и то же время молодые музыканты в разных уголках Красногорска исполнили трогательную песню «Родина» Сергея Трофимова. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господь не благодать, это то, что не купить и не отнять. В Нахабино центром проведения народной акции стала местная школа искусств. Ученики, педагоги и их гости поделились частичкой своего тепла в пожеланиях и словах поддержки. Фрагмент карты получился полон воодушевляющих посланий. Пожелал им быстрее победить и приехать домой к своей семье, к своим семьям, где их всегда ждут. Это самое главное. Ну и здоровье. Эта акция, конечно, важна. Завершающий аккорд патриотической акции. Все фрагменты с пожеланиями активисты соединят в единую арт-карту современной России. Теперь теплый привет от неравнодушных красногорцев отправится бойцам, находящимся на реабилитации в госпитале Вишневского и других медицинских учреждениях. На лыжном стадионе прошел первый этап специального проекта, организованного Благотворительным фондом развития общественно значимых инициатив. Участниками инклюзивной гонки «Круг добра» стали 500 спортсменов. Все они получили заслуженные медали и массу положительных эмоций. Ну а основная цель мероприятия – привлечение внимания общества к вопросам инклюзии в спорте и поддержка особенных спортсменов. Одним из самых ярких и массовых событий уходящего сезона зимних видов спорта в Красногорске стал национальный триатлон. Он проходит в муниципалитете уже в пятый раз. Первый его этап традиционно на лыжном стадионе. Это гонка без границ. Участие в ней не зависит от уровня подготовки и, самое главное, возможности здоровья. Традиционно у нас «Круг добра» – это инклюзивный забег, где может поучаствовать каждый. А остальные спортсмены соревнуются в категориях. Трассы сегодня у нас небольшие, для того, чтобы было комфортно. Километры, два километра. Вот так, то есть от малого до великого. 50 плюс – в самой старшей категории. Организатор проекта, благотворительный фонд развития общественно значимых инициатив, старается каждый фестиваль сделать запоминающимся и оригинальным. Изюминкой этого года стал спектакль «Под открытым небом». Красногорцам представили постановку театра Василия Списивцева «Мальчишки-бальчиш» по мотивам сказки Аркадия Гайдара. Жизнеутверждающая история еще больше подбодрила участников, вдохновив на спортивные свершения. Атмосфера замечательная. Мы, на самом деле, не первый год участвуем. Нам очень нравится сама организация, как это все проходит, что очень много и детей, и взрослых. Все очень такие дружные. Очень такая атмосфера семейная, можно сказать. В национальном триатлоне еще два этапа. Следующий состоится 1 июня, в День защиты детей. На эту дату организаторы готовят фестиваль водных видов спорта. Летом также ожидается традиционный легкоатлетический забег. Отличный повод для семейного отдыха и хорошего времяпрепровождения на свежем воздухе в компании четвероногих друзей. На лыжном стадионе состоялся завершающий этап красногорского спринта «Гонка-содружество». Более 80 спортсменов со своими верными соратниками приняли участие в турнире по ездовому спорту. Пока зима окончательно не сдала свои позиции, на лыжном стадионе завершают сезон профессионалы ездового спорта. Более 80 участников со своими четвероногими напарниками приняли участие в ежегодном турнире «Гонка-содружество». Впереди 5 километров знаменитой Красногорской трассы, успешное преодоление которой напрямую зависит от взаимодействия между погонщиком, вернее, правильно будет сказать, каюром, и ездовой собакой. Для последних требование одно – стартовать и финишировать. Собака должна быть способна работать в шлейке. То есть это не должна быть хрупкая собака, которая просто-напросто не может тащить физическую нагрузку нести. Вот если вы посмотрите, очень много собак – вейманнер, вейраннер, хаски, метисы. В основном, конечно, самые быстрые собаки – это спортивные метисы. Их специально разводят. Грейстеры называются, еврометис. Вот это собаки, которые развивают очень большую скорость. И самое главное – они работают очень долго. Ценятся очень большой, очень сильной мотивацией. Трасса скоростная, сложная, есть места, покрытые ледяной коркой. В таких условиях показать лучшее время будет задача не из простых. Делятся опасениями участники. При этом в лидеры вырывается не всегда самая быстрая упряжка. Потерять драгоценные секунды можно при падении каюра. Неприятным сюрпризом может оказаться и штраф за неспортивное поведение и даже нецензурную брань. Давай, давай, вперед! Султан, вперед! Оп! Лево! Лево! Каля, молодец! Оп! 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 Горбенко сегодня смешанная. К уверенному второму месту ее привезут сибирские хаски и аляскинский маламут. В спорте девушка уже 8 лет. Увлеклась благодаря большой любви к братьям нашим меньшим. Появилось желание их тренировать и дружной компанией вместе добиваться успехов. Трассы прошли достаточно неплохо. Я бежала на собаках, которые немножечко не готовы были к таким горкам. Но я ими полностью довольна. Были недочеты, над ними, конечно, надо работать. Но, в общем, трассы интересные, есть над чем поработать. Немножечко были пары мест скользкие, а так прям хорошо заряжает. Победителей завершающего зимний сезон турнира определяли в разных дисциплинах, таких как нарто-спринт и лыжи-спринт. В них соревновались мужчины, женщины, юниоры и дети. Это все важные новости рабочей недели в округе. Впереди долгожданные выходные, которые я желаю всем провести с пользой. Ну а мы продолжаем следить за событиями, чтобы ровно через 7 дней вас с ними познакомить. Это была программа в объективе КРТВ. Скоро увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин